Музычная спадчина Радимы. Саундтреки с киностужек, знятых на студии Беларусьфильм, гучали у вечера на площади Перамоги в Витебску. Концерт студентского духового оркестра Беларуской академии музыки отбылся у рамках гастрольного тура, призвеченного году Малой Радимы. И 90-годью с дня народжения народного артиста СССР и БССР профессора Яугина Глебова. Под музыку беларуского композитора провела вечер и наша здымочная группа. Самая великая площадь у Беларуси – духовый оркестр, кадры и музыка зайчинных кинофильмов. Проект «Музычная спадчина Радимы» уникальный. Он знакомит с творчостью беларуского композитора Яугина Глебова. Маэстро написал саундтреки до шерога киностужек, знятых на Беларусьфильме у 60-е и 70-е годы минулых астагодзе. На организацию гастрольного тура Академия музыки отримала грант специального фонду президента Беларуси по подтримце талиновитой молоди. Аутор идеи, декан оркестрового факультета, дирижер студентского духового оркестра. Творчество Евгения Глебова очень знаково для нашей страны. Это один из самых ярких композиторов, композитор, который все время представлял нашу страну на мировом уровне. Конечно, хотел задать дань памяти в 90-летие композитора, который отмечается в этом году. Студентский духовый оркестр репетировал программу что день на протягу тыдня. Деля гэтага музыкам пришлось асабрацца разом ясче да пачатку навучального года. Гастрольный тур стартовал 1-го вересня. Другокурсник Павел Рыжкоу – ладальник самого великого инструмента у оркестры. Яго туба важить 12 килограммов и выдае самые низкие гуки. Капград, знаю и необходный великий объем легких и не меньшая мотивация. Очень вдохновлены музыкой Глебовой, так что мы очень рады, что наконец-то мы можем проехать по всей Беларуси и представить его музыку, чтобы весь народ услышал и понял, насколько у нас есть именитые земляки. Каждый, кто услышит, запомнит эти мотивы навсегда. Даже те, кто, ну люди, которые не музыканты, они действительно оценят его музыку, потому что что-то в нем есть, что-то свое, что-то родное. Специфика концертов под открытым небом у объемной акустицы. Музыку ясно чувать и же хорам соседних шмат поверховок. Однако у глядачу на площади свои бонусы – кадры с кинофильмов, где гучали знакомые мелодии. О данном композиторе и артисте, и можно сказать, что его фильмы смотрело очень многие, поэтому я с удовольствием шла сюда посмотреть, послушать. Мелодии некоторые, да, если как-то читала из кинофильмов, да, не слышу мелодии. Поэтому вообще люблю ходить, поэтому музыканты посещать. Витебск стал четвертым городом Беларуси, где прогучали саундтреки зайчинных кинофильмов. Гастрольный тур завершится в день нараджения композитора Ялгена Глебова, 10-го вересня в Минску. Вольха Шмаргун, Ян Пчельников, Новины, Витебск.